Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон, меня зовут Владимир Мазур и сегодняшний наш разговор пойдет о детской безопасности. Лето на дворе, дети гуляют без присмотра родителей и иногда это может быть довольно опасным. Речь идет прежде всего о опасности, исходящей со стороны нас, со стороны людей. О том, как избежать этих проблем и как подготовить ребенка к возможным неприятным ситуациям. Поговорим сегодня с гостями студии, которых я с огромным удовольствием представляю. Руководительница детского центра Наталья Алуниова, здравствуйте. Здравствуйте. И детский практикующий психолог София Астасевская, здравствуйте, София. Здравствуйте. Действительно, так или иначе, мы все выслушивали, конечно же, от своих родителей предупреждение о том, что ни в коем случае нельзя подходить к незнакомым людям, потому что это может закончиться плохо, не все люди добрые и так далее. Более того, наверное, уже многие из нас, если не большинство, у которых есть уже свои дети, то же самое пересказывали уже своим детям. То есть об этом знают все, об этом говорят все, но насколько эта опасность реальна, насколько она, ну скажем так, не относится к числу просто популярных страхов, да, вот каких-то растиражированных. Это правильно то, что мы делаем, но насколько это все действительно имеет реальное воплощение. Я говорю, скажем, о статистике, насколько по статистике ребенок может с этим столкнуться. Ну, этот вопрос очень актуальный на данный момент. Вы совершенно правы, что эта цифра возрастает с началом летнего периода и каникул, потому что дети находятся на каникулах, родители вынуждены работать и оставлять детей без должного присмотра. По статистике на 2017 год в Украине в полицию поступило более 6 тысяч сообщений о пропаже несовершеннолетних детей. К счастью, 85% пропавших детей разыскали в течение суток. По сравнению с 2016 годом эта цифра возросла практически на 25%. По статистике на этот год, на февраль месяц, на данный момент поступило около тысячи обращений в милицию об исчезновении детей. Поэтому эти цифры возрастают и ситуация достаточно критичная и очень актуальна. То есть это 500 человек в месяц, если говорить в среднем, но летом наверняка из-за этих факторов, о которых вы говорите, дети попадают в такие ситуации. Но это только пропажа, ведь это только та часть, которая уже становится официальной в протоколах и так далее, попадает в органы, поэтому попадает в статистику. Но есть же огромное количество случаев, когда вовремя вмешались взрослые. То есть кто-то там приставал к детям или пытался куда-то заманить. То есть потом они скрылись, и это все в статистику не входит. То есть она в принципе, проблем это побольше получается. Ну конечно, потому что в основном вмешиваются взрослые, когда на самом деле видят ситуацию, если какой-то посторонний подозрительный человек обращается к ребенку, и они вмешиваются. Поэтому они предупреждают беду. Но есть ситуации, когда действительно родители вынуждены обращаться в прохвалительные органы, потому что ребенок не вышел на связь, пропал без вести, либо что-то случилось. Вот как я уже сказал, мы все проходим через такие беседы. Мы все их выслушиваем, потом в свою очередь пересказываем своим детям. Но вы беседами, насколько я знаю, не ограничиваетесь. Вы как-то готовите детей к таким ситуациям, да? Ну в нашем центре проходят практические тренинги. Потому что та теория, если мы разговариваем в центре с родителями, и безопасность ребенка, она всегда стоит на первом месте у родителей. Когда мы задаем вопрос, а сумеет ли ваш ребенок постоять за себя, либо отличить плохого взрослого от хорошего взрослого, они говорят, да, конечно, мы же им говорим, не ходи со взрослым никуда далеко, не разговаривай с чужими. На что дети говорят, да, конечно, но как показывает практика, это совсем все не так, как есть. Поэтому мы в центре проводим практические тренинги, на которых мы собираем небольшие группы детей и практически отрабатываем, разбираем все кейсы, которые есть, случаются, к сожалению, в повседневной жизни, с которыми сталкиваются родители, дети. И мы даем детям именно на практике, отрабатываем те алгоритмы, которые должен выполнить ребенок. Потому что, как показывает ситуация, что если ребенок в первые 3 секунды реагирует правильно, это гарантирует на 90%, что беда не случится. Грубо говоря, делает он шаг навстречу или обращается в бегство? От этого зависит, в общем-то, исход ситуации. Дальше мы расскажем, да. Софья может более подробнее рассказать, о чем тренинг. Дело в том, что есть такая проблема, вот вы говорите, мы рассказываем, да, рассказываем детям. Дети в возрасте 5-6 лет, когда уже этот вопрос очень актуален, они не способны долго слушать родителей. Тем более к этому времени у них уже такое количество запретов от родителей и такое количество правил «туда не ходи», «это не делай», «тут не стой», «туда не лезь». И они правила воспринимают как нечто такое враждебное, то, что посягает на их границе. Поэтому изначально родителям стоит формировать понимание у детей правил как нечто такого, что обеспечивает их безопасность. То есть ты вот делаешь, да, выполняешь эти правила. Ну, не зря же называются правила дорожной безопасности, правила пожарной безопасности. То есть ты это не делаешь по нашим правилам, и ты себя чувствуешь безопасно. Тебя не накажут, не наругают, ты не попадешь в беду. Вот. Это как бы первая такая рекомендация родителям. Что касается тренинга, на тренинге дети конкретно проделывают все то, что они должны будут сделать в опасной ситуации. Это и шаг назад, да, чтобы создать безопасную дистанцию с ребенком. И, наверное, я не с того немножко начала. Главное сформировать у ребенка понимание, что твое оружие против взрослого или подростка – это не суперсила, как думают дети. Это не я его побью, у меня там пистолет. Ну, то есть дети, они склонны фантазировать, да. Вот. Главное оружие – это громкий крик и быстрые ноги. Это то, что ребенка спасет. И главное – это не отбиться о взрослого, да. А вот уже Наталья Сергеевна говорила, это привлечь внимание тех людей вокруг тебя, которые будут. И таким образом они тебе придут на помощь. Вот тут тоже, кстати, наступает небольшой конфликт, потому что ты же должен быть храбрым, да. Ты же должен уметь постоять за себя. А вы должны… Это очень много, да. Очень много конфликтов. Во-первых, как мы воспитываем детей. Взрослым не грубим. Будь вежливый, да. При этом мы ему, как говорим, не разговаривая ни с кем на улице, да, а сами. В аптеке с кем-то пообщались. Ну, взрослые с нас… Дети, извините. Дети с нас же берут пример. То есть в аптеке с кем-то поговорили, там с какой-то тетей на улице, да, заставляем детей поздоровайся с тетей, что ты стоишь молчишь. Это как бы первое, да. Второй момент – это не кричи на улице, не показывай пальцем. Вот смотри, не плачь, на тебя сейчас будут все смотреть. А в момент, когда ребенку грозит реальная опасность, его задача как раз, наоборот, это внимание к себе привлечь. Потому что, опять же, дополню статистику, жертвами похищения становятся чаще всего дети послушные. Вот они понимают, что им грозит опасность, что вот там дядя или тетя плохой, да, что их уводят. Но им так страшно крикнуть, им как-то страшно, ну вот вообще у них даже зажимы в голосе. Вот на тренингах я первое, на что обращаю внимание, насколько ребенок раскрепощен, да, насколько он может сказать «нет» взрослому человеку, насколько он может крикнуть. Некоторые дети «нет, я не могу кричать, что вы, ну как, здесь помещение, ну я не буду этого делать, как это, как это я упаду?» Ну потому что, например, если ребенка уже взяли за руки, если он там не сориентировался, да, не сделал шаг назад, ну растерялся, разные бывают ситуации, если его уже действительно уводят, то что ребенок может сделать? Может упасть на пол, да, и тем самым тоже привлекать к себе внимание. И будет, конечно, здорово, если в этот момент он еще будет кричать. И вот эти все моменты мы отрабатываем на тренинге. То есть я каждого ребенка там тягаю за руки, за ноги, они кричат, они убегают, это по несколько раз. Но самое главное еще родители, ну по разным причинам, они не могут предугадать все ситуации, в которые может попасть ребенок. На нашем тренинге у нас их максимум. Это картинки, допустим, да, ну или тебя там мишкой поманили. Сейчас-то, кстати, уже не актуально. Я бы еще рекомендовала проговаривать дорогие родители детям конкретно, что не берем спиннер, не берем телефон, не берем, то есть все, что актуально, что ребенок на данный момент хочет иметь. Ну сейчас очень много всяких игрушек, да, которые очень привлекательны для ребенка, которые он их видит и все, он все забывает. Вот, и конкретно вот эти моменты нужно проговаривать. Потому что мишки конфеты, ну на конфеты тоже сейчас может кто-то из детей уйти. Вот, но желательно лучше проговорить конкретно. Говорят, что одна из действующих схем, это то, что приходилось читать, это котят, да, предлагает. Вашит или не вашит, потерялся, помогите найти. И здесь, конечно, вот эти вот опасные взрослые, скажем так, они очень изощренно придумывают. Дети еще, знаете, как, ну мы же их воспитываем добрыми, то есть переведи бабушку там через дорогу, дедушку до аптеки. Ну вот честно, вот вы за свою жизнь бабушку хоть одну перевели через дорогу. Наверное, в пионерском прошлом. Вот, это какие-то пережитки еще нашего коммунистического, прошлого, потому что пионер должен быть всегда готов прийти на помощь и так далее и тому подобное. Это неправильно. Мы не должны так детей сейчас учить и так воспитывать. Бабушки сами умеют через дорогу переходить. А ребенок, конечно, откликнется. Откликнется щенка там достать из какой-то канавы или еще что-то. Вот, поэтому здесь еще я вот такой вот совет дала. Когда вы дома будете говорить со своими детьми о безопасности, вы им не просто говорите, а задавайте вопросы так, чтобы ребенок ответил. Потому что когда ребенок отвечает, он это осмысливает, он это продумывает, и он как бы сам находит правильный ответ, и тогда это у него откладывается, закрепляется. Ну вот, например, самый простой такой момент. Можете спросить у ребенка. Если твоему папе или маме понадобится помощь, они к кому обратятся за помощью? К какому-то незнакомому мальчику, там 6-7 лет, да, или ко взрослому? И все дети, поверьте, отвечают, что ко взрослому. Поэтому если к тебе подходят взрослые и просят какую-то помощь, какая-то ситуация опасная, нетипичная. И вот здесь вот ты сразу говоришь, я не буду с вами разговаривать, я вас не знаю, и убегаешь. А вот то, что вы с ними проделываете, то есть это такая достаточно активная, и для многих, как вы говорите, неприятная для детей такая ситуация, в которой они попадают даже до спазма от горловых связок. А насколько вообще это вот для них, для психики безопасно? То есть ведь не каждый родитель поведет на такой тренинг впечатлительного ребенка, наверное. Это безопасно, потому что весь этот тренинг разработан с точки зрения знания работы детской психики, как она устроена в этом возрасте, какие страхи базовые, скажем так. Ну вот бывает такое там, не ходи с дядей, тебя продадут на органы. Для ребенка это настолько вообще абстрактно, какие органы, прокуратуры или еще какие-то. А вот, например, остаться без мамы, не видеть маму, не видеть свои игрушки, не жить там в своей комнате несколько дней. Вот здесь ребенок задумается. И здесь, мне кажется, все-таки иногда надо к этому апеллировать, чтобы ребенок действительно понимал реальность этих угроз, скажем так. А в этих зажимах, которые сами искусственно создают родители, когда не кричишь, что ты плачешь в магазине, есть очень простые такие приемы. Вы, например, можете гулять с ребенком в парке, идти и петь песенку. Идете с ним, поете песенку. Можно еще играть в прятки, вы спрятались за дерево, а ребенок вас зовет. Ау, ау, ну можно кричать, в зависимости уже от ребенка. То есть дать понять ребенку, что совершенно это нормально, что никто на тебя не будет пальцем показывать, если ты будешь громко говорить на улице, скажем так. А вы сказали о возрасте, когда говорили, да, вот о опасном возрасте, 5-6 лет, когда начинается такой условно самый опасный промежуток. Вот с 5-6 до скольки примерно? Вот что говорит статистика, ваше наблюдение, ваш опыт? Ну, здесь есть несколько тренингов, видов тренингов. Во-первых, это младшая группа, в которой детки приходят с 6 лет. Это те дети, которые уже пошли в первый класс, да, они сами могут переходить со школы на кружки, когда родители им доверяют это, либо возвращаться со школы домой и заканчивая 9-10 годами. А после этого это другая группа, потому что уловки мошенника уже совершенно другие, на другую возрастную группу. Ну, и сам тренинг, он немножечко по-другому простроен, потому что детки достаточно старше, и с ними уже можно разговаривать по-другому. Если для малышей мы еще начинаем и в начале тренинга включаем какие-то игровые моменты, мы с ними рисуем, рисуем злого незнакомца, в конце тренинга мы его разукрашиваем, поскольку мы его уже не боимся, и мы это все заканчиваем на позитивной ноте. Дети его делают смешным, поскольку мы уже знаем, как нам поступить в той либо иной ситуации. То есть с детьми постарше, здесь уже идет больше другой разговор, потому что есть и сексуальное насилие, о котором с малышами мы не поговорим, но с детьми постарше мы уже можем смело разговаривать. Вот то, что вы рисуете, это очень интересный момент. И не только рисуете, и вот слова, которые вы употребляете, опасные взрослые, незнакомцы там и так далее. То, что рисуют дети, вот я готов руку на отсечение держать пари, это достаточно стереотипные ведь образы. То, что они их рисуют, фактически они их прорабатывают и закрепляют. Но попроси любого взрослого, не знаю, писать, вот только моего возраста, там взрослого, писать опасного человека. Это что-то будет там наполовину микс из каких-то там детских воспоминаний, шпионские какие-то там игры, поднятый воротник, темные очки и так далее. Но в жизни-то это не так. Это как подходят, как правило, совершенно обычные люди, даже обаятельные, потому что это их ремесло. Но получается, что то, что рисуют и жизненные обстоятельства, совершенно разные вещи. Как же вы их учите-то этому? Как же вы учите понять, что обаятельный человек, мужчина, женщина, которая подойдет, старушка в конце концов, подросток, что он опасный? Очень просто. Мы как раз начинаем тренинг вот с этих рисунков. Да, я вижу, что дети рисуют стереотипно. Это или маска, или автоматы, или что-то там еще. И первое упражнение, которое мы с ними делаем, я показываю детям картинки совершенно разных людей. Допустим, какой-то дедушка, тут какая-то девушка, и предлагаю им определить, кто из них опасный, а кто не опасный. Ну, когда родители видят эти картинки, они очень смеются, потому что у меня там есть и Сергей Зверев, например. И потом я говорю, ну, дети, ну, это же звезда, или какой-то еще там человек известный. Но суть этого упражнения показать, что у детей всегда мнения расходятся. Ни по одной фотографии они не приходят к общему мнению, кто из них все-таки опасный. И, просмотрев все эти картинки, мы делаем вывод с детьми, они сами это проговаривают, что да, мы по внешности определить не можем, какой человек нам подойдет. Вот, поэтому мы можем, ну, научиться разбираться в той ситуации, которую создает какой-либо человек. Ну, вообще, уважаемые взрослые, я бы тоже, опять же, рекомендовала вам настраивать детей на то, что есть свои, это только родственники, близкие, действительно, родственники, а все остальные чужие. Ну, включая, извините меня, там, воспитателя детских садов, соседка по тамбуру, ну, кто угодно, там, консьержка внизу, это все чужие люди, посторонние. Поэтому уже ребенок будет понимать, что если какой-либо человек к нему подходит на улице, то ему уже нужно будет насторожиться, сделать этот шаг назад, и, ну, там уже в зависимости от ситуации, скорее всего, убегать. Так ситуация-то разная бывает, да, вот с теми же котятами подходит, и как же, да, вот как отказать, там, такой милый котенок, явно потерявшийся, да, не знаете ли, может быть, откуда-то из вашего дома, там, кто или... Ну, вот о чем я уже говорила, что взрослые никогда не обратятся за помощью к ребенку. Это их уловки, тех людей, которые имеют какой-то злой умысел. Ребенок сходил, скажем, предположим, на ваш тренинг, один-два раза, возможно, сходил, но ведь этого, наверное, мало, да, то есть эти вещи, о которых вы говорите, они ведь должны на уровне совершенного инстинкта, то есть вот такая ситуация сложилась, она ведь внезапно складывается, да, и у ребенка должен быть готов уже алгоритм каких-то действий на этот случай. В этой ситуации роль родителей, вот помимо разговоров, ведь они не будут каждый вечер, там, извините, тягать, опять же, ребенка, там, разыгрывать ситуацию, и так далее. Как правильно выстроить вот эту стратегию защитную, как научить ребенка и подготовить? Необходимо периодически с ребенком об этом говорить. Ну, опять же, вопрос-ответ, вопрос-ответ, да, не просто вот посадили ребенка, ему рассказывать, и рассказывать, и он уже выключился там через минуту, ты все понял, да, ребенок уже вообще думал о своем, да, и тут я всегда говорю родителям, что вы можете возвращать ребенка вот в наш тренинг, потому что они у нас очень насыщенные дети, у них остается мышечная память, потому что когда я их беру или за руку, вот то, что у нас группы небольшие, я с каждым ребенком могу несколько раз в разной ситуации вот по-разному проиграть. И поэтому, как показывает практика, все-таки вот эта память остается у ребенка, и в ответственный момент, да, в экстремальной ситуации ребенок может собраться, скоординироваться, и все-таки избежать каких-либо неприятностей. Многие в наш век, особенно, естественно, я бы даже сказал, полагаются на всяческого рода гаджеты, потому что у ребенка, ну, как правило, сейчас есть телефон, там, покупают дополнительно какие-то там GPS-трекеры и так далее, где можно отследить. Вот насколько это вообще может защитить, на ваш взгляд? Ну, самое основное, наверное, первое базовое правило, это те родители, которые отправляют в школу с телефоном ребенка, считая, что в любой непонятной ситуации он перезвонит на вопрос, когда мы задаем родителям, а знает ли наизусть номер телефона ваш ребенок, они говорят, что нет. Так точно и по... Даже 102 не все знают. Да, даже и по опросу детей, которые приходят к нам на тренинг, они с родителями начинаем, а с детей. Ну, очень маленький процент тех детей, которые говорят, что да, они знают номер телефона. Если задавать вопрос родителю, а как же вам ребенок звонит, собственно, если у него либо а сядет телефон, либо б его украдут. Да, тут, наверное, основное правило, это то, что вы с детьми должны в любом случае наизусть выучить номер телефона. Я слышала еще один случай, когда очень эффективно родители делились, ребенок запоминает, в какой школе он учится, они когда записывают, они помнят номер школы, и в случае, если с ребенком случилась какая-то беда, он бежит в безопасное для него место, безопасными местами для ребенка, и мы с детьми это проговариваем, является аптека, магазин, поликлиника, и обращаться нужно только с каком-то госслужащим, либо это охранник, продавец в магазине, и просить его о помощи. Позвонить родителям, не знаю номер телефона родителей, вспомнить номер школы. В администрацию школы всегда можно дозвониться, ребенок, как правило, знает свое имя, фамилию, и они уже тогда забирают ребенка. Поэтому, да, основное, гаджеты, как правило, они не уберегают, потому что они имеют свойство пропадать, либо села батарея. Опять же, мошенники не настолько глупые, на сходе? первым делом они снимают часы с ребенка, если это часы с кнопкой SOS, поэтому, да, не всегда приходится на них надеяться. Вот момент, который тоже, мне кажется, очень важен, если все-таки, если ребенок сумел отбиться, убежать, избежать этой всей ситуации, то и взрослые должны, да, вот такому ребенку навстречу идти, не отмахиваться от него, типа там мальчик, иди отстань, если он ищет контакты свои, если его называют, то все равно надо ему обязательно в любом случае помогать, вот, проявлять хоть какое-то там минимальное сочувствие и поддержку. Да, мы говорим о том, что большинство взрослых хорошие люди, они всегда тебе придут на помощь. То есть мы не запугиваем детей ни в коем случае, а наоборот. То есть социопаты из них вы не делаете, да? Не в пуговную. Когда родители спрашивают, не доверять абсолютно там всем людям, которые его окружают, здесь есть четкое правило, лучше он пусть будет не на 100% доверчивым, но живым, чем с ним что-то случится. Поэтому, да, где-то мы играем на том, что ребенку рассказываем в столь раннем возрасте реальные ситуации, мы показываем реальных преступников и детей, с которыми случилась беда. Мы обязательно говорим, что дети вернулись, но была ситуация, ребенок этот, его украли по такой ситуации, сказали то-то, то-то, уловка была именно такая, но он вернулся спустя какое-то время. То есть дети, они это чувствуют, на тренинге видно, что они прочувствовали эту ситуацию и задумались. Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Я понимаю, конечно, что тема, она практически неисчерпаема, как и неисчерпаемые уловки, и список угроз, и отдельный, наверное, разговор хорошо бы в отношении угроз с подростком, там совершенно наверняка другая, и тоже стратегия другая должна быть. Но, тем не менее, спасибо за то, что вы это делаете, за то, что учите детей и родителей избегать таких опасностей. Спасибо, что были сегодня в нашей студии. Спасибо, что смотрели нас. На этом все. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»